Здравствуйте! В студии Татьяна Козырева. Сегодня мы поговорим о покупке квартиры в новостройке в долях. На мои вопросы ответит адвокат адвокатской консультации Юринформцентр Антон Лебедев. Здравствуйте, Антон. Скажите, пожалуйста, возможно ли купить квартиру в новостройке в долях на несколько человек? Да, конечно, у граждан есть такая возможность, она ничем не ограничена. Как это сделать? Дело в том, что при заключении договора долевого участия в договоре предусматривается, каким образом между какими гражданами будет распределена собственность. Фактически это может заключаться просто в указании собственников и долей в приобретаемой квартире. Несмотря на это, платить за квартиру может одно лицо, а собственность может возникать у нескольких лиц. Но это должно быть четко указано в договоре. А как происходит регистрация договора ФРС? Какой алгоритм, какие документы нужно собирать людям? Для того, чтобы произвести регистрацию в регистрирующем органе, необходимо, чтобы граждане, которые хотят зарегистрировать договоры долевого участия, обратились в эту регистрационную орган. Более того, необходимо, чтобы за это регистрационное действие была оплачена государственная пошлина. И фактически первичная регистрация, она осуществляется как раз именно путем обращения и предоставления документов о том, что конкретные лица теперь претендуют на эту квартиру. Поскольку сама компания-застройщик, до того, как заключать договоры, должна предоставить необходимый пакет документов в регистрирующий орган и сообщить о том, что такие квартиры в этом доме есть, что они выглядят вот именно так, и их такое-то количество. Это как раз нововведения, которые появились после введения 214-го федерального закона. То есть даже если дом находится на нулевом этапе строительства, то здесь нет никаких своих нюансов? То есть это неважно, на каком этапе строительства? Дело в том, что привлечение граждан для заключения договоров возможно только после определенного этапа. Существует процедура, которая последовательно, и нарушение ее приводит к привлечению к административной ответственности застройщика. Поэтому если застройщик дает рекламу объекта недвижимости, можно считать, что он либо соблюдает все эти условия, либо он пока еще не привлечен к ответственности за такие действия. Если, например, два человека хотят купить квартиру в строящемся доме, у них разные суммы. Один готов заплатить 500 тысяч рублей, другой готов заплатить 2 миллиона. И они хотят соответствующим образом эту квартиру поделить, определенную долю. Вот как это сделать? Возможно ли это? В случае, если вносимые денежные средства непропорционально приобретаемой доли, стороны могут оговорить эти условия прямо в договоре долевого участия. И в этом нет каких-то сложностей. Плюс ко всему, часто родители, покупая квартиру своим детям, хотят становиться сособственниками такой квартиры. Это делается именно для того, чтобы защитить в будущем своего ребенка, когда он станет совершеннолетним, допустим, в 18 лет, у ребенка могут появиться свои взгляды на жизнь, и он может захотеть просто продать эту квартиру. Таким образом, сособственник будет ограничивать его в этом праве. А если такой сособственник является родителем, конечно, по идее, родитель наставит на путь истинной своего ребенка. А есть ли еще какие-то нюансы в этом вопросе, которые люди должны знать? При покупке квартиры именно на несколько человек в новом строящемся доме? Есть нюанс. В законодательстве предусмотрена возможность, когда одно лицо платит за квартиру, а собственником становятся, допустим, другие люди. То есть лицо, платящее, не обязательно должно становиться собственником. И это должно прямо вытекать из договора, из его условий. Поэтому возможно, что, допустим, родитель платит за квартиру, а собственниками становятся двое детей этого родителя. Спасибо большое, Антон, за ваши ответы. А я напомню, я беседовала с Антоном Лебедевым, адвокатом адвокатской консультации и Юринформцентр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!